Доброе утро! Добрый день! С вами снова я, меня зовут Юлия Савлова и спасибо, что смотрите мой канал YouTube и сегодня небольшое короткое макияжное видео. Хочу сегодня с вами поделиться макияжем, который делается средствами, помещающим вот в этот небольшой такой портмоне. На самом деле это футляр из-под кистей, из-под новых кистей, которые компания запустила буквально в апреле. Синтетические кисти очень хорошего качества, сегодня я именно буду работать. И все, что я буду сегодня использовать в макияже, все помещается здесь. Считаю, что это сейчас очень актуально, потому что наступает лето и, конечно, мы едем в отпуска, мы едем на моря и не всегда хочется и есть возможность брать с собой какую-то большую косметичку. Иногда просто случайно мы не ночуем дома и когда при себе вот такое вот небольшое портмоне, в котором все собрано для макияжа, мы всегда будем выглядеть безупречно и всегда свеженьким, таким хорошим макияжем. Чем же я сегодня буду делать макияж? Какими средствами, какими инструментами? Про инструменты я уже сказала. Буду использовать наш новый набор кистей, который представлен как раз в этом футляре. Также буду использовать и уже использовала, я нанесла на лицо, чтобы не повторяться, много раз уже показывала. Это, конечно, вот прям достаю прямо из этой косметички, это сиси-крем. Очень легкий, очень полупрозрачный, который наносится легко пальчиками, не нужен даже дополнительных кисточек для нанесения этого крема. И можно его наносить и под область и на глазки, и под глаза, и на все лицо распределяется. И выравнивает тон идеально абсолютно и солнцезащитным фактором, что для лета особенно важно, чтобы вредные лучи не попадали на нашу кожу на лице. Я уже нанесла этот сиси-крем. Далее я скорректировала немножечко брови, карандаш для бровей, тоже не стала просто время уделять в ролике для того, чтобы именно показать уже макияж. Далее я буду использовать две пудры. На самом деле это пудры, но я их буду использовать в разных качествах. В качестве теней, в качестве румяны и в качестве даже помады. Это пудра премиум класса, которую же явно многие из вас знают, потому что они в компании моряке были примерно 5 лет назад. Они так полюбились нам и нашим клиентам, что компания перевыпустила их буквально в апреле месяце. У нас вышли они в новинках в ограниченной коллекции. Пудра нежный жемчуг и розовый шелк или розовый бантик мы их называем. Они даже, видите, на внешний вид действительно премиум класс. Это особое тиснение, особое премиальное нанесение, растушевка вообще волшебная. Как я сказала, они многофункциональны и одной или двумя пудрами можно сделать весь макияж. Кстати, очень редко компании перевыпускают какие-то ограниченные коллекции. Если такое происходит, значит действительно продукт был вообще уникальный. Использовать буду я карандаш для глаз, для того, чтобы прорисовывать межресничное пространство. Конечно же, тушь выбрала я сегодня для дневного такого варианта, Lash Love. И блеск для губ. Вот все, что нужно нам для сегодняшнего макияжа. Ну что, приступим. А вначале я беру кисточку-лопаточку, вот такую широкенькую, для того, чтобы нанести пудру на глаза. И беру пудру нежный жемчуг и набираю, и наношу на все подвижное веко. Она обладает светорослеивающими частичками, очень красиво мерцает, не блестит, не какой-то там, знаете, такой блеск, а именно вот такое дорогое свечение. Когда вы сделаете, попробуете сделать макияж этой пудрой, вы получите массу комплиментов. И делается все это очень быстро. То есть я наношу немножечко на подвижный веко, немножечко заходя на складочку. И легко растушевываю вот так под бровь. Легко растушевываю под бровь. На втором глазике то же самое. Сразу глаз приподнимается, взгляд становится более открытым, более свежим. После этого я беру карандаш. Можно использовать карандаш синий, можно использовать карандаш бирюзовый, можно использовать карандаш, ну вот какого-то холодного такого оттенка, даже черный, если вам хочется черный использовать. Хотя я в дневных макияжах не рекомендую. Но в любом случае можно использовать, потому что мы не будем рисовать чистую стрелку. Я уже показывала эту технику не раз. А мы просто вбиваем карандашик в межресничное пространство. Вот такими вот движениями, прям между ресничками вы его вбиваете. У вас реснички становятся сразу пушистее, длиннее. Вот такими движениями мы вбиваем карандашик. И немножечко по нижнему веку, буквально вот одну, наверное, так пятую часть нижнего века. Это получается абсолютно у всех. Это не стрелка. Это очень легко сделать. Вот. Разница, я думаю, что уже, разница уже заметна. И второй глазик мы точно так же прорисовываем. Можно немножечко вот так придерживать века. И прям между ресничками прорисовывать карандашик. Я сама люблю этот очень макияж. Когда я... Макияж выходного дня я его еще тоже называю. Такой дневной вариант. Очень летний, очень легкий. Вот и все. В принципе, макияж глаз. Сейчас мы тушь нанесем, и он будет у нас уже завершен. Еще могу немножечко, кстати, добавить вот этого розового оттеночка. А именно розовый шелк в уголочек глаза. Беру кисточку для смокиа, из такой кисти, мини-кисть кабуки, и немножечко наношу вот сюда вот в уголочек глаза. Не бойтесь, розовых оттенков, они всегда освежат ваш образ. Стереотип надуманный, когда говорят, что становятся глазки плачущими. На самом деле это не так. Тем более, когда прорисовали межресничную складочку, очень красиво все и нежненько получается. Я немножко добавлю розовенького, буквально вот уголочек глазика. Такую вот галочку раз-раз, и растушевать наверх. Прям захотелось как-то добавить. Так, берем теперь тушь. Наношу тушь. Прокрашиваем реснички вот такими движениями, зигзагообразными. И тушь каждую ресничку как одевает, прям одевает в рубашечку. Благодаря чему... Она с воском, благодаря чему тушь, даже если вы с ней поспите, например, никуда она не осыпается. Конечно, с декоративной косметикой лучше не спать. Но бывают исключения из правил. Потому что, опять же, лето. Такое может произойти. Ничего страшного не случится. И даже макияж ваш сохранится. Так, на второй глазик мы тоже наносим тушь. Сначала внешний уголочек прокрашиваем. Потом продвигаемся к внутреннему уголочку. Вот так вот протягивая именно по всем ресничкам. И нижние реснички я тоже немножечко подкрашиваю. Нижние реснички тоже немножечко подкрашиваю. Вот я чуть-чуть мазнула тушью на лицо. Вы уже знаете эту фишку, что мы никогда сразу не убираем тушь, чтобы не размазывать макияж. Мы ждем, когда немножечко подсохнет, а потом легким движением все уберется легко. Так, теперь беру пудру розовой шелкой. И буду ее использовать в качестве такого моделирующего средства для лица. И тиры румян. Беру кисточку для румян. Из этого набора, видите, она скошенная. Поэтому легким движением руки набираю пудру. И наношу в качестве румян. Вот такой вот. От височка по скуле и вот сюда вот. Много никогда не нанесете. И растушевываю. Она очень легко растушевывается. Можно еще сделать вот такую циферку 3. Немножечко вниз. И с этой стороны тоже самое. И циферку 3. Также для моделирования лица, для небольшого такого стробинга буду использовать пудру нежный жемчуг. И высветлю выступающие участки на лице. Немножечко на носике. Немножечко вот на этой выступающих участках под глазками. Только не прямо под самими глазками. Иначе можно подчеркнуть морщиночки у глаз. Чуть-чуть на подбородочке. И немножечко наносим на центр лба. Лицо получается как с обложки. Это абсолютно так. Вы в этом можете убедиться. Причем косметика такого премиум уровня. Немножечко она, когда на лице еще будет находиться. Буквально 10 минут. Кожа впитает все самое необходимое. Да. Все самое вкусное скушает. И макияж будет смотреться еще лучше. Как будто вы практически ничего не носили. Вот. Я тушь убираю легкими движениями. Смотрите. Все легко убралось. Ну и макияж губ. Он тоже летний. Он тоже легкий. Сначала я беру пудру нежный жемчуг. И наношу также кисточкой-лопаточкой на губки. Это пудра нежный жемчуг. Она придаст такого внутреннего свечения. Никто не поймет, что у вас нам нанесено. Но все будут обращать внимание на ваши красивые, светящиеся, объемные губки. Сверху я наношу блеск. В блеск я взяла сочный персик. Он и не розовый, и не такой, не коралловый. К этому макияжу я считаю, что идеально подходит. Все. Вуаля. Наш макияж готов. Я еще много рассказывала. Когда вы это делаете дома, это делается очень быстро. Ну и завершу макияж. Так как, опять же, лето и у меня, например, кожа очень жирная. Чтобы макияж продержался сутки. В течение дня и так никуда не уйдет. А чтобы макияж прям продержался сутки. Или выдержал, например, поход там в сауны. Или какие-то занятия спортом. Рекомендую закреплять макияж таким фиксатором для макияжа. Как мы прическу фиксируем лаком для волос, то это такой спрей для фиксации макияжа. Тоже новинка. Она у нас тоже была. И опять же, так полюбилась многим, что компания ее перевыпустила. Просто легким движением. Она также освежит вашу кожу, что летом также очень важно. И закрепит макияж. Никакого ощущения липкости стянутости не будет. Наоборот, кожа будет еще более светиться. На расстоянии вот такой вытянутой руки, примерно 25-25 см, мы наносим. Сейчас закрываем глазки и наносим. Вот так и вот так вот. Очень приятный аромат. Его практически нет. И очень такое легкое нанесение и классное ощущение на коже. Вот такой легкий макияж получился. И я еще раз повторю, что макияж не татуаж. Если вам не понравится, вы всегда можете смыть его. Но научиться вы можете только тогда, когда будете делать, экспериментировать. Не бойтесь, экспериментируйте и у вас обязательно все получится. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, оно было для вас полезно. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok